Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за приглашение! Расскажу, что же новенького у нас появилось за 2020 год и начало 2021 года в системе ОМС. Как всегда, начинаю с направления нашей работы, с хронологии процесса. Телемедицинскими консультациями мы занимаемся с 2018 года, референс-центром с конца 2019-го. И консультациями через личный кабинет с июля 2020 года. За 2020 год было выполнено 2995 телемедицинских консультаций «Врач-врач» из 82 регионов Российской Федерации. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо обязательно обратиться к лечащему врачу в регионе, либо к заведующему отделением, либо написать письмо, заявление на имя главврача онкологического диспансера или городской больницы, где вы проходите лечение, с целью оказать телемедицинскую консультацию в любом из иномицев, в частности, в нашем иномице. Для полноценной консультации необходимо приложить дополнительные материалы, такие как исследование лучевой диагностики КТ или МРТ, гистологические слайды, если есть такая возможность, и полную медицинскую документацию о заболевании. Срок ответа по телемедицинским запросам 5-6 рабочих дней. По некоторым направлениям, если требуется консультация одного специалиста, мы отвечаем в течение одного дня. На 6% запросов отвечаю лично я, потому что они такого общего характера. Что же важного в телемедицине врач-врач? Во-первых, это надежно, потому что осуществляется это через специальные телемедицинские каналы быстро, 5 дней, это достаточно быстро из некоторых регионов Российской Федерации добираться только в районе 3-4 дней. И удобно. Она бесплатна и для пациентов, и для учреждения. Можно организовать видеосвязь. Каждый раз говорю и неустанно повторять, что Татьяна Юрьевна всегда готова соединиться с коллегами по видеосвязи, если им это необходимо. Можно проводить динамическое наблюдение пациента. То есть, что это такое? Это когда пациент приехал к нам, мы провели высокотехнологичное лечение, назначили некое лечение химиотерапевтическое, симптоматическое в регионе, и через определенное количество циклов, как назначил наш специалист, выполняются исследования и присылаются по телемедицинским каналам, чтобы мы их проверили, посмотрели и назначили корректировку этого лечения. Также по специальным каналам, вследствие затруднений сейчас понимания, как надо работать в исполнении 1363 постановления Российской Федерации, можно и по телемедицинским каналам получить ответ приглашения на госпитализацию, чем, собственно говоря, некоторые регионы и пользуются. В референс-центр к нам также до сих пор поступают материалы, и мы также их все выполняем, все, что к нам присылается, пересматриваем. Как было в 2020 году, так и в этом мы организовываем бесплатную доставку из любого региона Российской Федерации силами НМИЦ, выполняем весь спектр молекулярно-генетических исследований, которые выложены в тарификации, выполняем гистопатоморфологические и иммуногистохимические исследования. Что же мы делаем еще по ОМС? Помимо молекулярно-генетических, гистологических исследований, мы в 2021 году стали выполнять исследования в отделении лучевой диагностики, а именно КТ-исследования и МРТ-исследования, фьюжн-биопсию молочной железы, предстательной железы, биопсию шейки матки, а также мы для проведения химиотерапии, неважно, начинаем мы ее у себя в институте или предлагаем пройти химиотерапевтическое лечение по месту жительства, мы устанавливаем порт системы. Опять же, напоминаю для пациентов и для их сопровождающих, что код диагноза в направлении по форме 057У должен начинаться с буквок латинского алфавита CED. Никакие другие буковки наш институт не принимает, потому что мы являемся онкологическим учреждением нашей страны. Обязательно в обосновании направлений необходимо прописать, какие исследования необходимо получить. На сегодняшний день, так как так называемой жесткой регулировки нет по отношению к тому, что должно быть написано в обосновании направления, по одному направлению, которое выдано на обследование, мы можем провести исследование КТ, исследование МРТ, патолого-морфологическое исследование гистологического материала. Если у пациента оно с собой, то исследование этих стекол-блоков, которые у него на руках, и также молекулярно-генетическое исследование. Если пациент приезжает к нам, у него есть направление по форме 057У, но гистологическое исследование материала у него не было проведено, у него не брали по месту жительства, или по какой-то причине потеряны стекла-блоки, которые у него были, то взятие пункционной биопсии, которая не фьюжен, а просто пункционной биопсии, будет производиться за наличный расчет пациента, но патоломорфологическое исследование мы можем выполнить по такому направлению по форме 057У, взятое по месту жительства в регионе. Еще раз хочу обратить ваше внимание, уважаемые пациенты, постановление правительства, вышедшее 25 декабря 2020 года, 1363, регулирует только выдачу направлений на госпитализацию, поэтому на амбулаторное обследование необходимо направление по форме 057У, оно никуда не исчезлось и не делось, оно как было с 2002 года, так оно и осталось. На этом направлении должно присутствовать три печати, печать учреждения, которое выдало вам направление, вот она, которое выдало вам направление, печать учреждения, направляющего учреждения, она может быть круглая, треугольная, овальная, какая угодно, и личная печать врача. Если врачи, заведующие отделением, это разные люди, иногда в регионах бывает, что это один и тот же человек, который выдает направление, то это может быть и печать заведующего отделения, значения это не имеет. Значит, сначала расскажу про ОМС, с чего можно начинать понимание, где найти информацию для пациента. Во-первых, в любом регионе есть комитет здравоохранения. У нас он называется комитет здравоохранения Санкт-Петербурга, специально выложила ссылки, чтобы было понимание у пациентов, у их родственников, что где можно найти. В каждом регионе есть территориальный фонд ОМС. В нашем случае это называется территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга. Тоже приложила ссылочку, где можно прочитать. На этих сайтах комитета и официального сайта территориального фонда ОМС обязательно выложена вся маршрутизация пациента, не только по онкологическому заболеванию, но и по всем другим видам заболевания. Поэтому если интересно посмотреть, куда должен обращаться пациент, то, пожалуйста, смотрите. Также в каждом регионе есть свой медицинско-информационный аналитический центр. У нас он называется СПБ МИАЦ. Естественно, есть и другие МИАЦы в других учреждениях. Там тоже полностью написана маршрутизация пациента, не только онкологического, любого, который стоит на диспансерном учете. Очень подробно описала маршрутизацию онкологических пациентов Москвы и Московской области данная пациентка, которая ведет открытый Инстаграм, открытую страничку ВКонтакте, описывает, что, где, как и почему. В частности, после моего выступления о маршрутизации санкт-петербургских пациентов, она, с моего позволения, выставила и пост о маршрутизации именно пациентов из Санкт-Петербурга. Это очень важно. И на самом деле, если бы каждый пациент в своем регионе провел бы такую аналогию с тем постом, который написала Светлана, можно было бы разместить большой, крупный пост на сайтах, я думаю, что и Блохина, и Митцгерцена, и мы не были бы против, чтобы разместить такую информационную памятку, как пройти путь пациента от выявления заболевания до ремиссии. Мне кажется, это было бы неплохо. Надеюсь, нас слушают пациенты. Если кому-то это интересно, то можно написать на наш официальный сайт с пометочкой для Малковой. Я обязательно свяжусь с пациентом, и мы попытаемся создать такую памятку для пациентов. Это очень важно и удобно. Было бы всем. С ее разрешения, с разрешения Светланы, я пишу данные ее страничек. Никакого плагиата. Все разрешено. Еще раз хочу напомнить пациентам. Уважаемые пациенты, в понедельник, вторник очень тяжело дозвониться до нашего контакт-центра. Естественно, линии перегружены. В этом году у нас уже 40 линий. То есть, если раньше 20 линий мы держали для возможности дозваниваться 10 операторов, работают в смену по приему звонков. Это не считать тех операторов, которые обрабатывают заявки с нашего сайта. Не считать тех операторов, которые совершают вам обзвон, предупреждают о приеме. Не считать тех операторов, которые работают в личном кабинете. Поэтому, пожалуйста, я напоминаю, что наш контакт-центр работает с 9 утра до 21 часа вечера по московскому времени без обеда и без выходных. Не обязательно, что в 5 часов все, никто не отвечает и все уходят домой. Все работают и в субботу, и в воскресенье. Поэтому, если у вас несрочная ситуация, позвоните, пожалуйста, в субботу, либо в воскресенье, и с вами более подробно позвонят. Не хотите звонить по какой-то причине? Неудобно, нет возможности дозваниваться на линии. Пожалуйста, заказывайте обратный звонок. На главной странице сайта есть эта кнопочка. Пишите свой номер телефона, пишите свои данные, и вам обязательно оператор перезвонит. Естественно, если вы напишите заявку без пяти минут 8 или 9, то, конечно, оператор может быть не успеет вам перезвонить в этот день, но он обязательно вам перезвонит на следующий день. Часовых поясов у нас в стране очень много. Работаем мы, еще раз напоминаю, по московскому времени. Поэтому, если у вас уже утро, а у нас уже ночь, ничего страшного, заказывайте обратный звонок, оператор придет на работу в 9 утра и начнет по списочку перезванивать. Специально есть специально выделенный сотрудник. Также вы можете воспользоваться, если не хотите просить или ходить в диспансер по месту жительства, а хотите наблюдаться только с тем специалистом, который вас уже вел, можете воспользоваться платной услугой личный кабинет. Только обращаю ваше внимание, что по законодательству Российской Федерации отвечать вам может только тот врач, который проводил осмотр. То есть, если, допустим, химиотерапевт клиника диагностического отделения Вероника Викторовна Клименко или Карина Ирвандовна Хизишан, они участвуют, они есть в перечне врачей, которые оказывают удаленные заочные консультации через личный кабинет. И вы были у этих врачей, конечно, вы можете заказать платную консультацию через личный кабинет. Точно так же через личный кабинет вы можете приложить исследования лучевой диагностики КТ, МРТ тоже в течение пяти дней после оплаты. Мы сможем их пересмотреть, интерпретировать и прислать вам в ответ ваши результаты. Спасибо большое.